всем доброе придоброе утро ребята у нас всю ночь шел дождь боже положила вон мне цветочки здесь положила вон там ведь сиреневые все полностью легли вот легли цветочки как ночью начался но вечером где-то в часов наверное 12 как начался и все больше и больше и всю ночь он прямо такой добротный дождь что это кошмар вот и куля сегодня еле выехал еще машину вчера загнал сюда в эту сторону немножко я ему вчера предупреждала рюзая будет дождь он то нет смотри никаких этих вот нету предпосылок на дочь мы уже ехали домой вчера вечером ну как бы все нормально еще типа теплый вечер такой был смотрели начнется то нормально нет чтоб загнать его там где более такое знаете устойчивое место он что ты там рассказываешь за то что машину сюда загнал я специально заезжал туда чтобы утрамбовывать этот траншею да они тебя видела дождь будет здрасте товарищи до свидания я на работе здрасте до свидания я пока выезжал кучу болота нацеплял он там я не знаю и на какие траншеи вон на по на это саму сейчас болото везде болото везде шо да жесть просто жесть на улице там вообще да там хоть есть дорожка чтоб людям ходить ну и все ну и все в общем вот такие вот дела у нас и вот сейчас еще он такой маленький моросил сейчас вон смотрю уже вроде как сейчас он вроде смотрю уже вроде закончился но моряка моряка такая непонятная что непонятно что будет дальше сегодня мы планировали к совершенно конечно другое поделать дочь дочь нас настиг я вчера я вчера время примерно понимала что он будет ему говорила что будет дочь когда вчера уезжали начался маленький такой ну как типом такая непонятно морсить но был такой тяжелый как воздух что ли ну как тяжелый такой густой можно сказать они с небес не знаю как объяснить к густой воздухе говорила что будет дочь слушая это не но мы сейчас вон там что-то где-то как-то да и все нет да нет а сейчас вон мать леник мать леник жопа ты чё мокрая такая пошли домой там же дверь вторая открыта что ты не заходишь села на пороге вылизывают лапки правильно лапки сначала вылизываю а потом на батарею они с ёшиком по очереди на батарею забегают греются потом вылазит на подоконник на подоконнике развалился пошли кс-кс заходишь заходишь пойдем пока впускаю тебя ну что ребята если на улице дождь то что у нас дома конечно же тыквы и тыквы они везде тут у нас сварилась собачья кашка собакам бульончики варим бульончик нам для какого-нибудь вечернего ужина для черного ужина еще у тыквочки у нас половину мы поперенесили в поле половину старый дом половину отрутили тушь маме забрать эти помыли будем сейчас каждый разрезать пробовать какие на вкус они для того чтобы понимать что с них делать то что ребят решили мы большую попробовать разрезать посмотреть чуть чуть не и будет то какая она вообще фига да топором надо разрубывать на сырину посмотреть чуть нечего она вообще за чудо-юдо рыбаки может быть так эти если они не вкусные то тогда и просто маме гусям отдадим да и все все мы же здесь на топору аккуратно бы ты руки сейчас разрежем потом покажем внутри она желтенькая вот такая сейчас будет смертельный номер может он вот кусками ну давай пять о крутецкий ну вот чё вот такая на вкус на вкус сладкая но твердая собака то есть надо было чтобы она еще лежала лежала какая есть будем значит такую использовать но сладенькая но зелененькая али может она подмёрзленькая нет не мерзла она сейчас мы ее почистим или как я чистки вообще не понимаю будем ничего дарами дальше лицать эти так ребята а вот это ведь она вот такая дубочки здесь маленькие а здесь прямо бубочки такие ну вот они огромные короче их поразрезаем потом будем чистить еще вот это осталось попытаться разрезать и понимать что из них кормовая что из них вкусно давай я буду пока бубки все эти чистят и попробует может это и может и разбить а или так разрезать или как или как раз арбуз резать вот так надо было топориком взять и разрубить мне кажется да и короче так лишь мне кажется все равно и чистить какая в пень разница это тоже твердо да вот так было помягче шкурочка помягче прямо вообще как в той тыкве большой прорезать глазики там носики ротики на халлоуин вообще не понятно но это желтенькая внутри нет короче сейчас будем пробовать все будем посмотреть какая из них сладкая это самые большие мы взяли какие вот так внутри и бубки тут побольше короче тыквенных семечек у нас будет мама дорогая сюда точно кормовая она безвкусная то есть это мы только семечки возьмем все остальное мы можем ну там гусиком отдать мамины мхай забирает а ну-ка вот это отрежь кусок вот эти понятно что сохранять смысла нет не может они по своим каким-то этим свойствами и и нормальные вкусовым качествам никуда просто знаю многие не любят тыкву но просто не помню есть линия но плотно да вот это прям сладкая это прям слаще всех короче вот эту мы сейчас семечки выберем я вам дадим маме хай гусей своих кормит вот эти будем чистить у нас там еще ванна есть куча всяких разных за что будем их тоже пробовать это точно сладко эта труба у нас была такая ну разу чем попробовать так в общем ребята чё готовлю то вон видите попытаюсь сделать сок как мне написали в общем мне дали рецепт вернее скинули вот рецепт пытаюсь готовить сок тут яблоки пока меси тыква они пытаются тушиться вот эту тыкву понятно она тогда более кормовая мы ее не будем использовать эту тыквы может быть сейчас натрем посмотрим я не знаю рядом варится бульон сейчас мне нужно что-то приготовить на ужин в общем какая то вот такая вот пока мисс у нас штука происходит все фарш для котлет приготовила и сейчас осталось борщ покрышить капусточку в общем доготовить борщ ну что борщик уже почти готово осталось только туда зелени добавить и все и буду жарить котлетки так ребят борщик готов котлеточки жарятся я их еще протушу проприним в духовочке обязательно вот так вот такая красота у нас получается ведь котлетки я решила сделать немножко с поджаркой ну то есть лук морковочка вот немножко зелени сверху вот такая красотишечка сейчас накрою фольгой и отправлю в духовку ну буквально на минут 10 пускай они так дойдут и это будет и подливочкам и это будет замечательные котлетки все котлеты я пожарила возвращаю назад наши пюрешечку на вас борщик готов пюрешечка будет сейчас вариться чем осталось помыть посуду ребята с ситуацию тут пока месь вот такая сока больше не прибавилось пюре получается грандиозная как из этого потом получится суть я не знаю ну посмотрим что будем дальше делать так тут цвета у нас натюрла оставшуюся тыкву расфасовали мы вот такие пакетики зип пакеты очень удобно потому что в таких пакетах не напитывается другими запахами классно получается сейчас николашка вынесет это все старый дом а дальше дальше будем думать чем чему делать с тыквой эксперимент сегодняшний завтра будем посмотреть что получится вообще так ребята сбили это все блендером и добавили литр сюда сока у нас не было яблочного мама делала натуральный сок из чего из абрикос вот да ну дело в том что я водой не захотела разбавлять я вреду и раз водой разбавлять зачем его водой разбавлять получается она по колбасе какой консистенции очень вкусно без сахара мы его делали пока мисс без сахара то есть вот эту вот штуку мы делали только апельсины и лимоны яблоко и тыква ну короче все получается натуральное и добавили литр сока мама на сока не выжималки а соковарки делала этот прошлом году сок из абрикоса но он такой кислючий его пить невозможно было вот я сюда добавила потому что так было прям пюре-пюре густое но по банкам разложить ну и было так решили вообще не добавлять сахар не знаю пускай закипает это все дело и будем посмотреть что получится у нас и происходит закрутка нашего сока пюре вроде на вкус классный без грамма сахара кстати сделали у нас был сок у нас был сок еще к тому же абрикосов был бы даем яблочный было бы круче можно было бы из яблок кстати сделать яблочный сок и это самое и и с яблочным делать но так ребят нужно 6 литровых баночек и вот такой вот лоточек немножечко завтра попробуем холодный как она получается вот грешка горячим на пюрешка я думаю что холодным будет еще больше да так еще на заквасилась капуста конец сейчас мы закроем и вынесем в коридор чтобы но не перекладываться хочу сказать если мы вам не показываем что-то это не знает что мы чего-то не делаем то есть как мы квасили капусту на этого не показывали но мы это тем не менее делали так что нельзя все 24 часа показать и вот так начинается у нас каждое утро сварить кашу собакам и обязательно бульон закончились у нас эти кадычки пришлось куриные горлышки варить завтра поедем за кадычками доброе утро всем товарищи у нас сегодня солнечко ребят дожди закончились сутки лили практически дожди даже вчера вечером еще был закончились дожди наконец-то но сегодня ветрено так солнышко солнышко прямо и у нас 15 градусов тепла 15 градусов тепла красота смотрите как кусты у меня этот поломал дождь ведь прямо их положился и розочки вон положил все положил с той стороны там садочки каждое утро смотрю то там вообще конечно лежат все кустики красотушечка тыковку мы перебрали то что вот в тачке возле тачки и вот те вот дальние это все маме частично занесли в погреб и тут осталось еще одна большая тык вот под вот это одна большая тыква осталось и несколько маленьких мы накрыли это то что мы будем в первую очередь использовать потому что там где-то начерблена где-то ударенная где-то еще что-то ну это естественно вот тут в этой этой такая же большая лежит и вокруг нее маленькие а все остальные по выносили в погреб ой сейчас покажу вот они где красавицы стоят пока мистак а дальше будем посмотреть вот поставила их вот так вот еще в старом доме там несколько штук отнесли и в общем то вот так вот погребочек у нас погребочек кто пропустил видео про погребочек вот такой он у меня на это еще не конец это еще не все там надо еще борщевую заправу вынести сюда надо еще теперь тыквенный сок пюре вынести как то вот такие вот у нас у нас погребочки эти банки наверно все надо повыкидывать я не знаю они непонятные мелкие закруточками или хотя бы сложить мешок до вынести вы тут есть банки которым вообще крышки не подходят у нас еще огурчики стоят и вон огурчики стоят квашеные там вот помидорчики стоят квашеные в баночке вот такие вон еще трехлитровые бутли пустые куча и в этом году компота практически но не закрывала мало закрывал у меня там еще бутли 10 есть поэтому я и не закрывала в этом году бабушки ели так хорошо на солнышке скажи наконец-то солнышко вчера целый день был дождь да это кошмар какой-то очень кошмарно было не выйти на улицу ничего да сегодня хорошо солнышко можно посидеть погреться любители париться на солнышке буника тоже звездочки звездочки у мамкины звездочки да красавица ой там уж каши их не ларится пойти помешать так а сейчас я сяду покушаю уже завтра колен не показал быстро покушал уехал я в борще люблю больше гущу я выбираю капустку вот это все выбираю нас конечно больше все по юшечки по бульончику и вот видите как лет почти не осталось все они не закончились почти вот такие котлетки получились это сверху зелень такая темненькая сейчас я пару штучек разогрею и будет ням-ням-ням вот такой вот у меня будет завтрак две котлетки кусочек хлеба и борщик